Здравствуйте, мои уважаемые любители роликов про эволюцию человечества. Сегодня мы рассмотрим такой процесс, который длится уже несколько тысяч лет и никак не закончится. Иногда принимает чудовищные формы, связанные с гибелью людей, иногда массовой, иногда, так сказать, избирательной. Но тем не менее, это, в общем-то, трагедия для человечества. Почему? Потому что сегодня речь пойдет о духовном мутуализме. Мутуализм – это такой симбиоз, биологический термин, который взаимовыгоден и тем, и другим. То есть, когда к всеобщему удовольствию происходит слияние. Но поскольку духовность для биологии не очень характерна, там все едят друг дружку, то мутуализм духовный – это относится, конечно, к религии. О чем пойдет речь? О том, что произошел когда-то, много лет назад, распад христианства на две больших конфессии. То есть, православных и католиков. Это привело к катастрофическим последствиям, поскольку очень многие народы сильно пострадали. Менялись государственные границы, уничтожалась масса людей. Я вообще противник душегубства по понятным причинам, хотя иногда это неизбежность. Но мы знаем, что и католицизм, и православие очень неоднородны. И было бы хорошо, чтобы этой неоднородности не было, потому что это всегда вызывает конфликты. Но для эволюции, с точки зрения эволюционного процесса, это хорошо, потому что чем больше критериев, по которым могут отбираться люди, тем быстрее идет эволюция. Но тут я как раз небольшой сторонник эволюционного процесса, поскольку среди массы людей, погибших в религиозных войнах, очень много неглупых, талантливых, а иногда и просто гениальных личностей, которые навсегда утрачены из нашей человеческой истории. Поэтому посмотрим, с чего начались проблемы, и, может быть, к чем они закончатся. Дележ влияния на верующих христиан начался очень давно. То есть примерно через тысячу лет этих развлечений, к 1054 году, сложилась ситуация, когда раскол практически стал неизбежен. В чем дело? Дело в том, что восточное христианство, оно, как правило, помогало западному, то есть римскому, то есть то, что потом стал католицизмом. Почему? Да потому что там очень хорошие войны были, потому что там средства были, потому что были неравнодушны к проблемам других христианских групп и национальных объединений. И вот Папа Лев IX, как обычно, в ситуации, когда нужен был до зарезу военный союз, поскольку причина наступления норманов на юг Италии. Там, кстати говоря, и византийских было имущество кое-какое, которое до сих пор там кое за кем числится. Да и папского было много, земель было. И он обратился с делегацией, послал делегацию в Константинополь для того, чтобы просить, собственно говоря, помощи. И эта задача была возложена на Гумберта, который со товарищами появился, как вы понимаете, в храм святой своей Софии. И неожиданно для всех поднялся к алтарю и предал анафеме всю восточное христианство. Потом сам этот Гумберт, возвращавшись уже на историческую родину, сожалел. Сказал, ну как-то я погорячился там, в общем. Ну как-то не очень все произошло. Ну таких размолвок было много, но предавать анафеме было как-то крутовато, поскольку с той стороны, кроме лишившегося разума от собственного культа личности Гумберта, стоял другой, Киру Лария Михаил. Такой же точно героический человек, который очень интересовался всякими земными удовольствиями, не будем его осуждать, но и к тому же был не сдержан на, скажем так, духовную активность. То есть он тут же собрал собор, понятно, в ответ на анафему и предал анафеме делегацию Папы Римского. Вот так вот. Что получилось? Получилось расхождение. Там еще много было всяких историй, кто интересуется религиозными этими скачками с препятствиями, он может почитать. Этого всего очень много написано. Короче говоря, один положил грамоту на алтарь, другой принял такую же грамоту, а банафеме разошлись, как море кораблей. Это привело к потерям, потому что франков истребляли в Константинополе, а греков-хизматиков во время 4-го крестового похода тоже уничтожали направо и налево. В общем, был бы повод убить соседскую обезьяну, всегда желание существует. Но все это закончилось, как вы понимаете, довольно плохо, потому что в тот момент, когда это все произошло, еще было свежи впечатления от порнократии, когда папа Римских, извините, назначали сексуально озабоченные римлянки, которых они удовлетворили наилучшим способом. Ну, тоже мастерство в известной степени нужно. Поэтому и называлось «Порнократия». Ну, такое было уже, так что ничего удивительного в этом нет. И в этом отношении тогда как бы обе церкви были примерно равны, и никто над кем доминировать не хотел. Но это быстро прошло, особенно после 4-го крестового похода, когда Константинополь был разгромлен, греков-хизматики пограблены, убиты. И, значит, хотелось бы, так сказать, уравновесить эту ситуацию. Но многие не понимают, в чем разница. Ну, разница довольно смешная. Если отложить обрядовость, там могут попрыжениться или не могут, вот это вот отложим в сторонку, то суть-то в чем? А суть-то очень простая. Дело в том, что... Различие основное в том, что Святый Дух в православии только от Отца, а у католиков – от Отца и Сына. И это фундаментальное событие зарегистрировано, будете долго хихикать, на Третьем Вселенском Соборе Православных Верующих, который прошел в 1848 году в нашей стране, где было подтверждено фундаментальные различия. «Ребята, не все ли равно, каким образом Святый Дух возник?» У вас другая задача. Вы ответственны за миллионы людей. Может, чуть-чуть это напрячься и подождать с Духом Святым, которого никто не видел. И как-то восстановить эту ситуацию. Эти попытки были. И были многочисленные. И иногда неплохие. Ну, все началось довольно быстро. Через 200 лет уже стало ясно, что не годится так разбегаться в разные стороны. Это хорошо для эволюции, для взаимного душегубства. А вот для развития Европы это как-то не очень. И вот унии начались. То есть, когда соединяются, восстанавливают как бы общение религиозное. Но началось уже в 1274 году с Лионской унии. Но ее не приняла Византия. Еще и в Византии тогда турки-сельджуки не наваляли, как следует. Так, чтобы прояснение в голове возникло. Обычно после хорошей взбучки возникает прояснение. Но еще этого не произошло. И поэтому они отказались. В 1439 году, когда уже наваляли, Флорентийская уния тоже оказалась недостаточно убедительной. Ее Константинопольский собор не поддержал. Через столетия, в 1553 году, начались мелкие унии с мелкими церквями. Ну, в первую очередь, это Ассирийская уния. Ну, Халдейская католическая церковь формировалась. Потом, в 1596-м, Брестская уния. Туда вошел что? Подчиненный туда Киев, Галиция, Речь Посполитая. Русская унияцкая церковь. Вот такое было. Кстати говоря, потом эту самую Брестскую унию отменили. В 1946 году, после Второй мировой войны. И все это дело было отменено. Ну, кроме этого, Ужгородская была уния, которая подчинила, по сути дела, католикам, потом и грек-католикам. Закарпатья, Транссильванию. Сирийская католическая церковь образовалась в 1677 году. В 1713-м Закарпатье, значит, перегнала православных верующих, в том числе священнослужителей в католицизм. Часть армян в 1742 году тоже подчинилась католической церкви. То есть, это происходило постоянно, и набирая силы, католическая церковь, богатая, многочисленная, в общем, подгребала под себя восточных славян. Но были обратные ходы. То есть, я вот говорил про Брестскую унию, которая была отменена в 1949 году или в 1946. Полоцкий собор 1839 года, который ликвидировал, по сути дела, униатов, тоже то еще мероприятие. В Чехословакии в 1850-м. То есть, это все продолжается и активно действует. Но с 70-х, 80-х, даже 60-х годов начался откровенная деградация католической церкви. Люди стали от нее отходить. Особенно последние десятилетия. Ну и сейчас папы, в общем-то, деградировали до того, что там готовы признать и отклонение сексуальных занятий, и детскую педофилию, и прочее, прочее, прочее. Это ужасы неприемлемые совершенно. То есть, погоня за паствой приводит к катастрофическим последствиям. Я очень надеюсь, что это скоро прекратится. На самом деле, это говорит только о том, что христианство страдает, и нужна некая реверсия. То есть, склонность частей, как в биологии, вернуться к исходным родительским формам. То есть, было бы хорошо объединить. Тем более, 970 лет прошло. Ребята, что делить? Два чудика померились с доминантностью. Это привело к таким последствиям. Может, как-то помягче немножко. Ну и на самом деле, с 80-х годов происходит умягчение. То есть, появилась смешанная богословская комиссия, которая дважды там прекращала свою деятельность, но суть-то её в том, что они находят общие мотивы поведения и обсуждают старые времена. Польза есть огромная. Почему? Да потому что те же самые принципы унии, они, в общем, были отвергнуты уже католической церкви. Чем больше пахнет жареным, как Иосиф Суянович говорит, со сколько у них дивизий, вот чувствуется, что без этого никак. Тем более католическая церковь переходит в такое вздравомыслие. Потому что поначалу, в 90-е годы, там, Польша, Венгрия, Румыния, там, Украина. Оказалось, что сейчас они все прям перейдут, и всё, и согласятся на всё на свете. А потом выяснилось, что нет. Речь посполитая, речь посполитая, но земли-то католические, никто без нас по-перимскому не вернёт. Не получится. А вот когда Польша снизится до размеров Харьковского района, до размеров Краковского района, тогда можно будет и поговорить об этом. Почему нет? То есть необходим реверсивный симбиоз христианства, то есть объединение, но на совершенно других принципах, которые, в общем-то, разрабатываются в той же самой смешанной богословской комиссии, которая очень многие проблемы уже решила. И непринципиальные вещи все уже убраны. Остались принципиальные. И пора переходить к сладенькому, к объединению. Это, конечно, вызовет раскол в православии, там раскол в католицизме. Там же никто не хочет терять колбасные цеха. Хотя, если не пожертвовать сейчас личным благородством, я имею в виду личными доходами в том числе, то их может вообще не быть в ближайшем обозримом будущем. Именно поэтому 15-е заседание смешанной богословской комиссии произошло, когда бы вы думали. В 23-м году, и не в начале, а в середине лета. 1-го, 7-го июня 2023-го года, где решались масса проблем, и в том числе приняты были некоторые новые документы. То есть, основания есть. Но возникает вопрос, а что делать-то? Что, собственно говоря, нам надо делать в этой ситуации? Да надо договариваться. Надо договариваться с католической церковью. Естественно, что теперь уже не может быть никаких разговоров о Пуни, от которых они сами отказались. Эволюционный процесс вынуждает нас интегрироваться. На каких принципах? Ну, это можно поговорить. Но главное, не на дурацких. Мы не должны ничего уступать в том, что является основой наших духовных начал. Ну, для верующих людей, естественно. Для таких, как я, это всё эволюционный процесс, к сожалению. Ну, мне недостаточно древних папирусов и бездоказательных учреждений. Просто у учёных слова «вера», к сожалению, отсутствуют. Нет в лексиконе. А если есть, то это не учёные, это кто-то другой. Это, значит, человек просто попутал своё место и время. Поэтому, уважаемые слушатели, я очень надеюсь, что этот процесс, к которому я призываю, откровенно это говорю, и не для научных опытов, а потому что это вынужденная ситуация, должен быть запущен. Здравых людей достаточно и в Риме, да вообще в Италии, где так называемые духовные проекты, они давно практикуются. И у нас достаточно. Хотя, как вы понимаете, в семье не без урода. И очень надеюсь, что этот вопрос, будучи поднят на нужном уровне, приведёт к результатам. Надо договариваться, потому что иначе христианство будет обречено на исчезновение, как духовный столб современности. На этом, уважаемые слушатели, я с вами прощаюсь и могу сказать, что я закусываю высушенными в прошлом году грушками. Они вкусные, с чайком, незаменимы для продолжения духовных разговоров. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok